Меня зовут Айслубик Мусар, я работаю координатором по охране прав детей в детском фонде ООН Министерства. Наш офис находится в городе Нурсултан, по соседству с офисом Каспочта. Сегодня у нас в рамках сотрудничества с Каспочтой мы проводим первый пробный семинар в онлайн-режиме, принимая во внимание современные условия. Хотелось бы мне представить сегодняшних наших экспертов, которые будут проводить семинар. В первую очередь Баян Жулдазбекова, основной ведущий семинара. Баян является консультантом ЮНИСЕФ, опытным психологом, широкий опыт работы группового, семейного и индивидуального консультирования. Мы сегодня принимаем участие в семинаре Айбуль Молдобергенова. Айбуль также является практикующим психологом и выступит в качестве модератора сегодняшней сессии. Меня зовут Баян, я практикующий психолог. По первому образованию я медик, провизор, это аптечная сфера работы. После 30-ти, это кризис среднего возраста, когда человек задумывается, зачем живет, я пошла во вторую специальность. Сегодня я буду взаимодействовать с вашим коллективом на тему, представленную Айсулу. И мы совместно с ЮНИСЕФ составили программу. Эта программа уже работает по Казахстану. Работа с насилием, с отношением к ребенку, позитивное родительство. И третий пункт – это о том, как же сейчас жить в этих условиях. Наша тема – эффективные навыки воспитания детей без насилия и стратегия позитивного родительства во время карантина. Не слышно. Продолжим просмотр фильмы тогда, может быть, коллеги. Он очень короткий. Продолжим фильм с Айсулу, потому что здесь визуально достаточно хорошо ясно показано. Я думаю, вам удалось обратить внимание, как начинает сгущаться туча над ребенком. Это ее мысли, это переживание, это чувство ребенка. И уникальный снимок был, когда все люди идут, и она уже видит, что у других тоже сгущение туч идет над ними. То есть порой нам видно эмоциональное состояние человека, даже если мы его не сильно знаем, впервые видим. И здесь, конечно, показаны самые важные отношения в жизни ребенка – это отношения его с родителями. Я хотела бы до того, как мы тронем, что такое детское насилие в семье, в обществе, в школе, все-таки тронуть вопрос, а кто мы, родители, и что самое важное мы взяли в наших отношениях с родителями. Будьте добры, посмотрите на экране упражнения «Важное событие детства». Кто-то из вас сейчас захочет в нем участвовать. Я сразу скажу, мы не будем обсуждать никаких результатов. Это такое экспериментальное упражнение, чтобы связаться с тем, что я решил в детстве в отношениях со значимым лицом. Вы можете взять ручку и записывать некоторые фразы, которые сейчас вспомнятся, придут на ум. Итак, важно вспомнить такое значимое событие детства. Оно может быть любимым. Не давайте ему окраску. То первое событие, которое сейчас вспомнилось, пусть оно и придет. Кто был с вами рядом? Что говорил или делал этот человек? Если он что-то говорил или показывал своим невербальным поведением, запишите, что вы считывали. Какое было послание для вас маленького? Тогда как я среагировал на это? Какие чувства у меня были? И вот тут самое важное. Что я решил, будучи ребенком в той ситуации? Это может быть прямо такая фраза «Я буду». Посмотрите сейчас, как это решение влияет на вашу текущую жизнь, на нынешний момент вашей жизни. Я немножко опущу полезность этого решения, хотя в нем есть полезность, безусловно. А в чем оно не полезно уже сейчас? Когда мне столько лет, я родитель, жена, я работаю, профессионал. Чем ограничивает меня это решение? И последнее, здесь и сейчас, сегодня, что бы я хотела изменить? Как перерешить? Возможно, совсем сделать новый выбор, новое решение. И потихоньку давайте возвращаться сюда. Внимание. Я немножко сожалею, что мы не можем поделиться. Но я думаю, что каждый с чем-то смог встретиться по возможности. И практически, я хочу показать, как работает психолог. Ведь вот эти решения и послания родителя, они влияют на судьбу ребенка. Понимаем мы это, не понимаем. Практически это часто очень бессознательный процесс, который ведет нас к выбору нашего сценария. Пожалуй, вы часто слышите сейчас в современной психологии слово «сценарий». Так вот, судьбу ребенок выбирает до 4 лет, контактируя, находясь в своей семье. Это самые важные люди. И я чуть-чуть еще вернусь назад. Если у вас появились чувства, запишите их на бумажке у себя в конспекте. Потому что чувства бросить невозможно. С ними важно будет встретиться. Доделайте как бы этот контакт, эту работу уже самостоятельно. Итак, мы с вами идем к вопросу, а что же такое насилие? Безусловно, приходят совершенно разные ассоциации. Начиная от физических побоев, шлепков, пинков. И заканчивая, пожалуй, отвержением, пренебрежением. Каким-то очень тонким психическим процессом, происходящим между матерью и ребенком. Между значимой фигурой и ребенком. Так вот, насилие над детьми – это то жестокое, плохое обращение с ними. И оно может быть разное. Мы чаще вспоминаем, мы считаем, что насилие – это очень такая плотная форма, именно физическая. Помимо физической формы, есть эмоциональное настроение. Откуда же берутся взрослые с депрессивным настроем, с тревожным каким-то расстройством? Именно там, оттуда, есть, конечно, сексуальное насилие. И, конечно, очень жалко, что я говорю, что оно есть. Вот, статистики сейчас очень многие дают данные сложные, что многие люди пережили, в том числе и мужчины, и маленькие мальчики, и девочки. Такую форму насилия. Насилием является пренебрежение, неуважение, отсутствие заботы о ребенке. А также, конечно, форма эксплуатации, приводящая торговля к ущербу здоровья, выживанию и развитию. И я хочу сказать, что любое насилие повлияет обязательно на судьбу ребенка, на его выбор. Вот ЮНИСЕФ Казахстана провел большое очень исследование. Кстати, на сайте ЮНИСЕФ великолепная статья об этом исследовании. Я рекомендую встретиться с ней. Конечно, цифры здесь удивительные. 75% взрослых поддерживают телесные наказания. Видимо, есть какое-то понятие, что этим можно воспитать хорошо ребенка. Или надо, конечно, определять, почему же это поддерживается в нашей голове. 53% детей подвергались психологической агрессии и физическому наказанию. 26% подвергаются физическому до сих пор. И 1% детей – к туровому физическому, там, где есть тяжелейшие последствия. Откуда берется насилие? Это домашние проблемы. Посмотрите, психологическое, психическое заболевание родителя. Да, жестокое отношение матери к ребенку. Развод, партнерские отношения. Злоупотребление химическими препаратами. Насилие может быть в виде пренебрежения физическое, эмоциональное. Маме некогда, мама после стресса, после потери ребенка. Мама замороженная, в разводе. Чаще звучит слово «мама». Но, честно сказать, до 2-3 лет мама – это самая значимая фигура. Не исключая достаточно хорошего отца. Что же происходит с ребенком? Практически ребенок, переживший насилие, он будет испытывать трудности в социализации. Появятся комплексы, появятся такие адаптации характера, которые оставят его в роли жертвы. Не будем удивляться, что потом эти дети подвергаются насилию со стороны партнеров в школе, буллинг. Потому что он привык, для него это привычное поведение. Такие дети, по статистике, меньше добиваются успеха. А почему мы с вами посмотрим? У него малые ресурсы любви, уверенности, тепла, радости. Дети, которые поддержаны сзади, родители всегда сзади. Это такая хорошая основа. И родители стеной говорят «Иди вперед, сынок, ты молодец, ты у нас умница, ты всего добьешься. У тебя получится, мы в тебя верим». И вот эта опора сзади, она дает ему успех впереди, в его будущей жизни. Мы говорили о комплексах, в том числе превосходства. То, что это стигма, можно драться, можно борьбой завоевывать свое место в жизни. Его так научили, он дома так видел. Или это как способ решения проблем. Здесь описывается много нарушений физиологических заболеваний. Перечень идет. К чему ведет насилие семейное? Во-первых, это неактивная позиция социальная. Очень многие остаются дома, не выходят на работу. И мама кормит этого сына до конца, не понимая, где лежит основа его такого поязни, допустим, агорофобии, больших пространств, социализация его нарушенная, деструктивная. Естественно, все виды зависимости. Курение, химия, алкоголизм. Отношения к работе. Практически, если ребенок избегал родителей, контакта, связи с социумом, он и к работе будет так относиться. Виды ожирения, потому что ребенку нужно своим телом показать, что он большой. Гормональные изменения. Естественно, эмоциональные различные расстройства, фобии, мании, депрессии и так далее. Вплоть до психотических состояний. Одно из тяжелых форм влияния первичной семьи – это на нежелание жить. Ребенок может получить это послание «Не живи» очень рано. Ну, ребенок будет искать премискуитет, уже не ребенок, девушка или парень. Жажда любви. А может быть здесь я буду нравиться, а может быть здесь меня поймут. Отсюда, естественно, все виды заболеваний. Психологи различают три стадии насилия. Рассматривается, как первая стадия нарастает напряжение, недовольство отца в доме. Отец мой уже понимает, что, наверное, деспотичный, отыгрывающийся на семье, на супруге. Вот. Это такое, знаете, уже семья знает, что-то будет. Ну, мы хорошо в семье знаем друг друга. Началось стадия активного насилия. Это бесконтрольные и насильственные действия. Про контроль, это, конечно, уже фигура, если человек задается, почему я отыгрываюсь, а почему уже нам себя виноват, а как мой отец себя вел, и что. То есть это дальше уже стадия развития. В данном случае мы берем такую голую стадию. И третье, когда стадия любви и раскаяния, еще ее называют медовый месяц. Жертва верит, что все будет хорошо, надежда, он исправит. Я рожу ему сына, и как раз таки все будет отлично. Это была его мечта, да. И преследователь, он раскаивается, он думает, ну, она сама вызвала. Ладно, в следующий раз я постараюсь быть теплее. Вот. Вот эти три стадии насилия. Очень трудно выйти из этого цикла. Здесь нужен специалист. Как же ты так и преследовать его? Вот, чтобы видеть. Потому что, работая с теми, кто подвергся насилию, можно сказать, что они, как только освобождение происходит с психологом в его жизни, он говорит, о, у нас все нормально, вы знаете, вы так помогли, все просто замечательно. И не понимает, что он сделает опять следующие стадии. Вот этот медовый месяц с годами он уменьшается. Я сейчас, кстати, говорила больше. Ну, насилие ребенка тоже. Ребенок будет верить, как его позиция. Я как будто партнерские больше трогала. Давайте посмотрим в вертикальных отношениях. Ребенок будет верить, что если я буду учиться лучше, если я уберусь дома, у папы будет лучше настроение, если еще что-то, да, вот, так сверходактироваться под эту ситуацию. Ну, опять-таки, его надежда, что я буду получать хорошие оценки, мама с папой перестанут драться, да, это, так скажем, надежда остается, к сожалению. Если посмотреть стадии выхода гнева. Первая стадия, она неэффективна, это отыгрывание. Стадию отыгрывания мы с вами знаем. Ударил собаку, пнул кресло там. То есть кто-то виноват, и свою силу чувств я на нее перенесу, на этот объект. Вторая стадия, во мне гнев, что делать, и человек не понимает, что в это время начинает его здоровье рушиться, психосоматика. Головные боли, сердечные и прочие заболевания, повышение давления. Тогда я отыгрываюсь на своем теле. Аутоагрессия на себя называется. Третья стадия, это не стадии, это способы выхода из гнева, это сублимация. Многим известно, что как только плохо, пойду дрова порублю дома, уберусь, перестановка, спорт. Это когда я эти чувства уже тогда вношу в какую-то деятельность. Ну вот эта стадия, она более-менее, она эффективна, она поможет человеку. Ну и она более здоровая, чем первые две. И, конечно, последняя стадия встречи со своими чувствами, это осознанность и диалоги. А что случилось? Я осознаю, что сейчас у меня испортилось настроение, что я его испортила ребенку. И тут я начинаю понимать и двигаться. Вот этот звонок меня расстроил. И что это касалось как-то ребенка, да нет. Ситуации на работе. Что сделать? О, было бы хорошо делать перерыв между общением с ребенком и звонком гневного шефа. То есть я собираю, осознаю, осмысливаю свои чувства, действия и поведения. Три кита психики человека, это эти три вещи. Наши мысли, наши чувства и наше поведение. Вот очень важно их осознавать. В данном случае здесь. Очень часто родители путают, что насилие – это есть дисциплина. И дисциплину не восстановить без насилия. Это ни в коем случае не одно и то же. Если говорить о дисциплине, то это порядок, это правила. Это те ритуалы, которые мы решаем, какие будут у нас с нашим ребенком. Мы устанавливаем их дома, супругам, семье, с ребенком. Мы живем в одном пространстве, находимся. И очень хорошо, когда мы знаем, что важно не будить папу в 7 утра. Он пришел с ночной смены. И это правило, это уже такой порядок в семье. То есть семья договаривается. Так вот, если говорить о родительстве, то есть 4 стиля родительства. Родительство авторитарный, он такой, это власть, подчинение воле родителя. Не всегда это оба родителя, иногда это один. Но будет так, как скажет папа или там мама. У ребенка нет выбора. Нет. Ты оденешь эту кофточку. А мы знаем, что научить его выбирать в жизни, это важно. Он будет мечтать, он будет достигать цели. Дети, которых лишили воли, они неуспешны в будущем. У психологов это очень важно. Когда приходит ребенок в подростковом возрасте, порой родители говорят, он ничего не хочет, ему ничего не интересно, ему ничего не важно. Но мы идем туда, чуть-чуть назад. А почему это стало неважным? Любознательному ребенку по природе. А у него не было выбора. И родители достаточно безкомпромисс. Попустительский стиль. Все разрешено. Вот у тебя все есть? Еще что надо? Скажи, сделаю, я занят. Вот. Поэтому здесь ослабленный контроль. У ребенка нет самокритики, самоанализа. Ну, такие дети, которым не ставят границы, да. Достаточно небезопасная позиция. Потому что границы нам ставят социум. Самый жесткий способ поставить границу. Это тюрьма. Часто это дети, которые не знают, что такое хорошо, что такое плохо. Они не знают причину следственной связи. Им разрешено. Им так дома сказали, ты можешь делать. Один из печальных видов родительствования – это невовлеченный. Безразличие, незаинтересованность. И ребенок не чувствует, что он важен, нужен. Какие-то потребности его учитываются. Такие дети очень быстро взрослеют. Берут все в свои руки. Часто клиент говорит, вы знаете, сколько себя помню. Я был взрослый. Я отвечал за младшего братишку. Я там то-то. Иногда он удивляется, потому что сейчас я отец. И он говорит, это надо же так было позволить. Или, а как они так могли? Тут такая печаль возникает. А как-то. Но с ним такое случилось. И авторитетный стиль, он такой наиболее рентабельный, эффективный. Когда мы не теряем всегда, как родители, свои обязанности. То, что важно дать от нас ребенку. Воспитание, условия, заботу, границы. Где мы разговариваем с ребенком, контактируем с ним, объясняем. При этом мы знаем, что ребенок это полноценная личность. У него есть свои стадии развития. Сейчас он, может быть, этого не знает. Это важно ему дать. Но он постепенно растет. И он растет. И от меня зависит, как он будет, каким членом семьи, сообщества. Мы здесь не исключаем авторитет. И родители всегда останутся родителями. Нашим детям важна наша сила. Наша устойчивость. Наша определенность, ясность. Мы навсегда запомним, что мы опора для родителей. Психологи считают, что в какой-то момент, 45 лет моего ребенка, когда моей дочери станет 45, ее такое более родительское, заботящееся отношение, мы будем немножко меняться. Немножко. Конечно, я буду оставаться зрелым, надеюсь, мудрым, там, осознанным, по возможности, да, есть возрастные особенности уже. Но в 45 ребенок заступает на такое, на опеку. Уже его позиция становится. И здесь я еще приведу такой пример, как-то наша дочь живет очень далеко. В один из приездов она была очень грустной и такой печальной. Я говорю, что случилось, раздраженной. И она говорит, знаешь, мам, вы давно не делали дома ремонт, вы как-то с папой состарились, да. Это ее, на самом деле, озадачила, видимо. Но я ей попыталась, как бы, я ей напомнила, а ты знаешь, я могла бы сделать ремонт и мы с папой, но вот ты знаешь, что мы в этом году выезжали 4 раза за рубеж, и мы выбираем с папой способ жизни путешествовать много. И мы всегда успеем что-то отремонтировать, да. И когда я вернула силу себе, в то же время говоря, я никогда не буду, я не останусь до конца очень такой молодой, я буду красивой по-своему, но у меня будут изменения, да. И когда вот эту силу я забрала, вот когда я стала ей говорить о том, что ты знаешь, мы нормально, мы, в принципе, нас устраивает наш способ жизни, да. И мы понимаем, что сейчас мы можем много передвигаться, и я не могу отвергать, что и здоровье будет меняться, и условия жизни, но сейчас мы вполне, вы знаете, у него так резко изменилось состояние, ты знаешь, мне так, уф, мне стало легко. То есть, что я сделала? Я забрала себе свое. Потому что нашему ребенку очень важно нас видеть дееспособными, развитыми, самодостаточными, теми, которые счастливы. Вот в позитивном родительстве, мы с вами пойдем дальше, вопросы стоят про счастье. Позитивное родительство не родилось само по себе. Я чуть-чуть скажу до перерыва, что такое позитивная психология. И я рекомендую обратиться к ней. Она родилась на стыке веков, и в конце 90-х американский ученый задался вопросом. Современная психология очень сильно работает с травмами. Она помогает человеку освоиться в современном мире и что-то завершить. И как будто с минуса приведет к нейтральному, к нулю. А что же такое счастье? Как пойти к плюсу? И уже коучинг эти вопросы 70-х годов решал. Основатель позитивной психологии, он занимается именно тем, что что же сделать такого, чтобы человек жил в радости и в счастье. Кстати, само направление психологии достаточно простое, объяснимое. И я думаю, каждый родитель может посмотреть его, помимо принципов, мы сегодня будем с вами смотреть, да, какие-то аспекты, возможности. Есть тесты много у позитивного родительства. Некоторые труды самого Селимана и его коллег. И тогда в этом направлении психологии появилась позитивная родительность. Это процесс содействия прогрессивному развитию ребенка, чтобы он достиг автономии, безопасной обстановки, психологически комфортной. Конечно, это создается нами, родителями. Для Селимана было важно именно создать счастливое здесь и счастливое будущее. Это создается родителями. В какой атмосфере ребенок получит эту поддержку? Где он сможет это понять? Где эти ценности будут для него самыми важными, и он ими будет пользоваться всю жизнь? Только семья дает вот этот запас ресурса и потенциала. Вообще, позитивное родительство – это дать столько тепла, столько любви, столько возможностей банка, да. Ты это сможешь, ты великолепен, да. Это то, что ребенок всегда будет верить, знать, что у него это получается. И я вам скажу, что два возраста у ребенка – это такие, которые влияют на его деятельность и на его успех. Первый возраст с полугода до полутора – это когда ребенок, это время его действия, он познает, он начинает полу защупать, дергать. Важно не останавливать его процесс, делать безопасным пространство. И второй возраст – это 9-12 лет, когда он еще учится, он еще не такой подросток, чтобы на улицу идти, там интересоваться больше своими сверстниками. И когда он точно, у него познавательная деятельность заканчивается каким-то успехом, да, что важно, чтобы он видел этот процесс, поставить цель и завершить. Про это позитивная психология, да, родительство, чтобы люди могли… Да, в жизни не случилось, да, у меня там вот было вот так-то, да, но что могу я сейчас сделать, чтобы люди верили, наши дети верили в себя, что у меня все получится, я молодец. Поэтому воспитывается самостоятельная личность в уважении, в его… как родитель слышит его потребности, что ему важно, да. Эта самостоятельная личность понимает, что и она уже отвечает за свои поступки, да, вовремя ли уборка там, или собрать там обувь красиво. Маленькие совсем дети – это что-то свое в уголке, да, иметь порядок, или… Меня увлекает, как мой внук в каждую коробку в отдельную что-то несет и собирает, да. И вот это то, что он это уже может, это может не родитель или кто-либо, а это уже то, что он может. И вот слово «могу» – это слово, но оно могущественное, да, но про то, что… про такую уже часть ребенка, которой много способностей, возможностей. Итак, позитивное родительство. Это воспитание без насилия. Это все то, о чем мы с вами говорили, чтобы не отнять у ребенка здоровье, ресурсы, будущее, чтобы сделать его сценарий и судьбу счастливой. А что мы для этого делаем? Объятие, теплота, улыбка. И хочу сказать вам, есть такая наука-проксимика, это наука расстояний, психологическая наука. Наука расстояния, наша близость – это 45 сантиметров. Вот точно видно, что мама с ребенком очень близки, да, что ему это важно. Он рожден в тепле и он хочет продолжать жить в тепле родительском. Более деловые отношения – это 90 сантиметров, да. Мы не всегда идем близость с людьми, но ребенок обучается, с кем он может быть близок, кого допустить, кого нет, да. Поэтому про тепло наше вот такое. Ну, сколько, конечно, это здорово быть, жить рядом с ребенком там и быть вместе. Ну, в наших родительских, наше родительское время до 17-18 лет, оно еще есть, да. Надо его использовать активно. Вот дальше ребенок вылетает из гнезда, идет своей дорогой. Иногда он будет навещать, возвращать нам это тепло, привычки наши, ритуалы какие-то, да, это будет приятно. Но это будет реже, это будет уже отдельная личность, живущая в своей жизни. Понятно, что доверие. Вот одна из важных вещей – заслуживает ли родитель доверия? Если он чувствует, что его бросили, не накормили, если не услышали его какое-то желание, да, если папа ушел или мама там уехали в командировку, оставили. К сожалению, эти процессы влияют, когда ребенка надолго оставляют. Могу ли я ему дальше доверять? И вот тут, знаете, бывает игнорирующая привязанность. Ребенок говорит, так, стоп, мне было очень больно, причем бессознательно, и он выбирает практически привязанность игнорирующую. Он тогда к себе мало кого подпускает в этой жизни и доверяет. Мы уже говорили о воспитании, самостоятельности и ответственности, да, что ты сможешь, у тебя получится. У нас есть такое правило, как ты думаешь, как ты мог это сделать. У тебя не получилось сейчас, а что надо для того, чтобы получилось, может быть, моя поддержка нужна, да. И одна из самых важных вещей, когда ребенок рождается, у него три потребности есть. В признании, в безопасности и в структуре. Вот если идти этим путем, то поддержка и признание – это очень важный аспект в отношениях родителей с детьми. Все, что можно заметить хорошее, что можно подчеркнуть, и ваш взрослый ум увидит много больше, чем ребенок увидел, сделал, да, это вот, это важно, это, и уметь, и сейчас во взрослом возрасте поддерживать внутреннего ребенка, какая молодец. Как здорово там, что я обратилась к Айгуль, она мне сделала вот эту презентацию, да, и Сулу помогала. Как я умею все-таки организовать для себя, Айгуль. Вот, я помолю своего ребенка, что он такой творческий нашел выход, я бы сама это не сделала, да, такие вот диаграммы. Ну, одна из первых – это безопасность, ребята, это наша ответственность. Создать безопасное пространство в общении, научить ребенка выходить в социум. Мы сейчас все больше видим ролики про насилие, про историю сейчас, про какую-то позицию, ну, такие социальные какие-то, к сожалению, события, да. А научили ли мы ребенка, а знает ли он об этом, что по ночам вообще-то ходить одному или позже с какого-то времени и так далее. И контакт – это самое важное, что никогда нельзя потерять с ребенком, важно, потому что он это чувствует, что он не нужен, что мы заняты, что мы несчастны. И знаете, как дети возвращают наше внимание иногда тем, что совершают, попадают в сложные ситуации, начинают заболевать. Я все равно верну к себе внимание, мама, ну, вот таким путем. Поэтому лучше изначально вот быть в этом контакте. Он и эмоциональный, и физический, и финансовый контакт, да, ну, то есть это разные способы, как я могу быть в контакте. Ты знаешь, я сейчас занят, через 10-15 минут мы точно с тобой прочитаем эту сказку, да. Давай вот по часам посмотрим, когда будет стрелочка, и мы с тобой садимся. Ну, уже совместно проведенное время. Только здесь он научится чему-то, получает родители навыки. Одна из опасных вещей, если мы не хотим вырастить сопротивляющегося ребенка, вредного, ну, не такого удобного, конечно, но там, где он силой начинает защищать себя, опровергать все, наказывать кого-либо. Важно, чтобы родитель учился не быть с ним в борьбе. Потому что борьба, это больше присуще параллельным отношениям, сиблингам. Братья и сестры дрались, да, а вертикаль приходила и говорила, так, все остановились, в чем дело, что не поделили, да. Так вот у нас с вами в отношении ребенка точно вертикальное положение. Не приучать его вот к этому неэффективному способу общения, через спор и борьбу, доказательность, через соперничество, зависть. Много сегодня говорится о дисциплине, но именно дисциплина дает порядок и режим дня. Вот, потому что ребенок приучается, есть какой-то порядок, который, границы которого родители будут соблюдать и сохранять. Помните попустительский способ родительствования, да, когда порядка нет? Авторитарный, когда это очень жесткие границы, шаг влево, шаг вправо, все наказание, да. Поэтому, если этому ребенку обучить режиму, он в будущем будет знать, так, идя к этой цели, мне важно вот так, как я буду писать диссертацию, как я буду это, да, уже во взрослом. Потому что он этому научился, к этим ритмам и стадиям в режиме дня. Сейчас взяли позитивное воспитание, да, и у него очень простые пять принципов. Вообще, в позитивном родительствовании там все от нашей оснащенности информации про детей, про наши качества, миролюбие, доброжелательность, благодарность. Вот. И всего лишь пять принципов они дают, это научные такие, как бы, принципы. Ребенок может быть другим, отличаться от других. Практически родитель собою дает ему разрешение не быть, как я. Нельзя быть сильным авторитетом, да. Есть момент, когда какая она будет женщина, какая будет девушка, да. Как этот ребенок вырастет из маминой такой видения, обложечки, да. И отличаться от сверстников, ты можешь быть космонавтом, там, да. Ну, то есть это то, что даст ребенку разрешение не находиться в какой-то сжатой форме, да. Если пять поколений были медики, ты будешь медиком. Поэтому это про то, что ты можешь быть другой. И вот, кстати, моя первая специальность, она выбрана, потому что мама болела. Потому что важно было быть вот такой-то, да. А нет, ты, оказывается, не туда, не туда бы я немножко пошла, называется, да. Поэтому, если бы быть другой, не из послания мамы, из ее заболеваний, чего-то, да. Вот, то есть это очень важно, видеть в ребенке личность. И давать, давать, давать возможности, вот, что сейчас современные, да, родительства позволяют. Это крошки какие-то, развлечения, еще обучение, да. И вот из этого что-то екает на большой теннис, на хирургию, кажется. И вот что-то вот здесь вот тоже он такой, так инженер, он или хирург, или вот что вот, понимаете, то есть искать, совместно искать. И для этого сейчас великолепные условия, новые специальности, которые даже трудно понять мне уже сейчас. Точно ребенок может совершать ошибки. Это разрешение позволяет ребенку не быть идеальным, совершенным, таким, знаете, зомби, да. Ну, он живой человек, и мы все ошибаемся, но не всегда все получается, да. Это будет не критичное, не контролирующее такое, знаете, жесткое отношение к людям вырабатывать, разрешение и другому, да, в общем-то, ну, такие обстоятельства, так случилось, такая вот, но не было возможности. Такое, знаете, признание ситуации жизни. Мы не можем в жизни быть очень запрограммированными, очень правильными, да. Это вот комплекс отличницы из этой серии, из этой серии вот это удивительное совершенство, идеализация, когда человек не живет, а вот буквально выстраивает такую цель себе жизни, что только так и никак иначе, негибкость, ригидность в психике. Это доброта, это доброта, это наша любовь. Мы можем разобрать эту ошибку, как бы ты иначе сделал, а чего, что можно, какой ты вывод сделал из этого, что можно еще там, чью помню. Помощь тебе важно попросить, да. Разрешение быть человеком. Ребенок может выражать негативные эмоции. Очень опасно, когда мы сжимаем ребенка и делаем из него литвом хорошего, хорошую девочку или хорошего мальчика. Есть такая хорошая книга психолога немецкого. Хорошие девочки попадают в рай, плохие куда хотят. Там много про вот этого давления в семье, про вот эти чувства, что это не разрешено. В нашей семье разрешены только такие чувства. Вот как раз таки к последнему вопросу сдержаться, не закричать, не поругать. А эмоции есть. Эмоции грусти, печали, страха за будущее ребенка. Здесь что мы можем сделать? Сдерживаться с ним. Важно, конечно, устоять. И быстро себя увести в другую комнату, в то место, где я эти эмоции могу выразить, позвонить. Там может быть сестра, психологи. Можно себе позволить написать, как я расстраиваюсь. Как мне важно, каким я его вижу. И что будет дальше. И вот этот переход немножко к другой позиции себя. И я это сделаю, я осилю. Потому что это наши страхи детские оставляют нас в беспомощности. И только чувства идут, и я даже беспомощно, ну как с ними совладать. Я не рекомендую прям их жестко держать. А вот именно как их прожить, разрешить себе с любовью. Как я грущу. И как мне трудно в этой ситуации. Что мне важно, чтобы мне себе облегчить вот эту задачу. И только такая мама, которая уже выдохнула, позволила, справилась. И все говорит о том, что вы хорошая мама, вы переживаете. Ни одной маме нету ей не присуще, чтобы она не переживала. Правда, да? Я на самом деле это переживаю. И как дальше? Что я смогу сделать? Где найти ресурс? То есть это обращение к своим чувствам. Прямо их проживать. Речь, это уже другие профессионалы, психологи, логопеды, да. Но это про меня устойчивую в момент, когда сыну важно с этим справляться. И как мы к этому пойдем, да. Что мы будем делать. Много к себе любви. Много разрешения. В данном случае вы можете быть самой ресурсной для ребенка, а для ресурса важно поддержать себя. И как не стать родителем, который навязывает свое, думает, что ребенку так лучше. Что бы я первое сделала, это посмотреть о мои родители, как мне давали. Откуда у меня такая привычка, если это касается меня, да. Но это про внутреннюю работу, мы не всем можем это предложить. Как сделать, чтобы все-таки, да, я чувствую, что здесь было бы это важнее. Но вначале мне важно подслушать его чувства. Важен диалог. Что он хочет. Как он это видит. Как он будет со мной в диалоге слышать меня. Что мы вместе решим. Что будет плодом нашей фантазии, нашего сотворчества. И тут, конечно, возрастные вещи. Смотря сколько лет ребенку. Потому что чем меньше ребенок, тем больше мы, нас. И это правильно. Потому что ему очень нужна эта мама и этот папа. Все, вот этот контакт, да. Полтора года он пошел. Мама, как плата телефона, она должна на этой скамейке сидеть. Я, конечно, поисследую, но я должна вернуться и ты здесь сиди, да. Не дай бог он не напитается. До трех лет это вот очень важная связь такая. В три кризис я знаю сам. Я одену капроновое платье и резиновые сапожки в зиму. Вот у меня такой клиент пришла, клиентка уважаемая с мамой. Очень суровую зиму, резиновые сапоги, капроновое платье. Зареванные, но они приехали. И вот такая ситуация у нас, да. Здорово, что родитель понимает, что я уже навязываю. Меня слишком много. Его интимная зона 45 сантиметров как минимум, да. Какая моя потребность продолжать навязывать, да. Что я хочу от ребенка. Я единственный умный человек с большим юмором отнестись к себе, да, отнестись. Потому что дети это уникальное создание. Они учат нас не меньше терпению, благодарности, любви. Не одна я здесь значимая, да. Мы вот, мы обязательно, хороший вопрос по потребности. Почему мне важно, чтобы он был послушный. Потому что сверхадаптированные дети, они будут адаптированы потом в коллективе с подростками. Что очень опасно. Они будут слушать уже Васю с первого подъезда. А тот принесет таблеточки, да. Они будут еще как-то себя вести уже. Ну, мама так научила. Не слышать себя, не чувствовать свои чувства. И идти за тем, что мне скажет кто-то другой. Среда и объекты в среде для меня важнее, чем я сам. Вот, кстати, навязывая свое мнение, родители показывают ребенку, что он не так важен. Ты можешь хотеть большего? Удивительное разрешение, такое послание ребенку, что столько возможностей, столько всего, да, ты можешь. А давай вот это, а как для тебя вот это будет, да. Вот, то есть, конечно, там в этом большем есть. То есть, я сейчас хочу купаться, там, допустим, да, в бассейне, а не тогда, когда ты сказала, через два часа сделаем уроки, да. Вот. Но вот это большее, это возможность разных выходов, разных вариантов решения, да. Вот. Это чисто коучинговый подход, как вы могли сделать иначе. И поэтому это те дети, которые хотят, наука впечатления, у него много желаний, возможностей, да. И он хобби, он развивается больше, этот ребенок, и чувственно, он чувствует, что ему надо, чем нежели то, что вот, ну, дали вот этот столик, этот краешек и сиди смирненько, да. Когда приходят на консультацию очень смирные дети, это большая печать для профессионала, когда приходится в семейной системе наблюдать, как это случилось. И хорошо, когда родители с детьми все-таки, вот, особенно с более младшим возрастом, родители вместе приходят, и можно понаблюдать, как так сложилось у него это, что он на меньшее готов и согласен. И ребенок может сказать нет. Это важная вещь. Если он знает, что он да, что нет, и в нем уже сложена система ценностей, в нем сложены уже какие-то знания, мудрость определенная, он может опираться на свои чувства. Это больше даже в подростковом возрасте, это самая важная вещь, когда он скажет нет соблазнам, нет насилию, когда он скажет нет абьюзу какому-то, да, вот, буллингу, то есть это вот, он скажет нет участию в групповой там драке, в избиении кого-либо, да. То есть дети учатся об этом говорить с детства, и важно слышать, где он говорит это нет, и важно в то же время понимать, что я остаюсь родителем. Нет, не может быть на то, чтобы не одеться тепло, или там сесть на первое сидение, где невозможно еще ребенок малый, нету сидушки, да, этой безопасности для ребенка. Есть вещи, которые точно нет, и если ребенок не только от себя будет своенравно говорить нет, а понимать, что мир ему может отказать, помните попустительский способ воспитания ребенка, да. Мир точно говорит, вот сюда нет. Слово нет строит границы между нами, это еще одна наука, если научить ребенка чувствовать границу, куда он может пойти, куда нет, куда его не пускают, не бороться с этим, да. Это чужие, чужая территория, чужие выборы. То есть можно много поискать, про что это нет. И я рекомендую понаблюдать, где точно нет. Нет каши, нет. Мое детство это рыбий жир, да, вот вспоминаю. Одно из серьезных для меня было впечатление на одном из тренингов. Я обучалась в психологии тогда, нам предлагали разный вид еды, закрытые глаза. Да, и ни у кого в группе не возникло ощущение, что он может это не взять в рот, да. То там горькое, то кислое, то перец. И тогда тренер первое, что он задал, а у вас что, не было выбора, понимаете. Вот это, а где выстроилось так, что люди сидящие здесь, в обучении, уже взрослые люди, да, они не знают, что могут сказать нет. А оно создалось там. За нет наказывали, в угол ставили, запрещали, решали чего-то, да. То есть твое мнение не важно, узнаем авторитарный стиль воспитания. Вот эти пять принципов, они просты, но они сложны в исполнении в плане, что, а как ребенок скажет нет, что я с этим буду делать, да. А если его эмоции будут при очень значимой фигуре на корпоративе каком-нибудь там, да, и вдруг мой ребенок не так воспитан. Я понимаю, что все принципы бывают легки на бумаге, но они нас растят, они развивают. И я хочу вернуться чуть-чуть назад, про что позитивное родительство. Всего про две вещи. Про отношения и про развитие. Отношения между родителями и в семье, детско-родительскими отношениями. И про развитие родителей и развитие ребенка. Вот всего две вещи. Вот это позитивное родительство. Я понимаю, что не счастливая мама, не удовлетворенная своей жизнью, да, она не сможет дать вот каких-то ключей туда вот. Где-то мама, не идущая дальше в развитии. Для определенного возраста идеальная мама. Кушать готовит там, варит, стирает, все отлично. А вот дальше мы с ней не можем обсудить эту книгу, этот фильм, этот спектакль. И частый вопрос, а когда это надо начинать делать. Если вы заметите, я трогаю и подростка, и взрослого человека, и грудных детей, и ранний возраст, да, все, даже грудной, он уже в утробе матери, если он чувствовал, что его хотели убрать, что он нежеланный, что здесь страдания, да, он уже учится быть очень тихим и спокойным, не дай бог себя проявить. Конечно, смешной ролик где-то в Фейсбуке был недавно, что родился ребенок, и он узнал голос папы, да. Это вопрос, потому что насколько слышание там в первые две недели развито, и насколько узнавание, да. Но родителям это важно, и они сами радовались, может быть, в какой-то мере. Но точно дети, они, эмоции наши, чувства, они в три месяца строятся в утробе, да, начинают вырабатываться, развиваться, скажем так, и развиваются до старости, кстати. Как это позитивное родительство, оно организовано, чтобы в утробе уже мама была счастлива, да, и она такая мама, о которой заботится супруг, в окружении все внимательные, да, и она о себе умеет заботиться. Конечно, там будет ребенок уже спокойней, и услышит его потребности лучше, дальше он будет их ясно давать знать сейчас, что хочу, да. То есть он пойдет по стадиям развития более своевременно, чем нежели ребенок, который сразу чувствовал запреты и ограничения. Поэтому мы говорим о перинатальном периоде, сейчас есть психология перинатальная, как она влияет на ребенка, да, в прохождении этого периода матерью и семьей. И одно из понятий родительства есть сейчас такое, знаете, осознанное родительство. Оно и позитивное, оно еще называется осознанное, осмысленное. И потрясающие вещи происходят сейчас в современном мире, когда можно вместе рожать, когда можно решить, когда мы готовы к рождению, когда мы готовы, чтобы мы хотели, чтобы было у нашего ребенка. Что важно сделать мне лично, как отцу будущему, да, вот эти курсы совместные, ну, совместное обучение, скажем. Мы с вами чуть-чуть уже говорили обо всем этом, да, это и про тепло, и про уважение, полноценность личности. То есть здесь сейчас идут такие у нас кадры, где комфортность воспитания, комфортность среды, правила, ритуалы, они очень важны ребенку. По субботам мы ходим к бабушке, это общий обед у нас, или мы приглашаем ее на обед в какое-то кафе. У меня есть близнецы, у них с отцом, а это очень большая гордость. Мы с папой в субботу ходим на завтраки, и это только наша мужская компания. Вот это очень важно ребенку, да. Поэтому важны правила, важны ритуалы, важны то, что ребенок запомнит, да. В нашей семье там на Новый год вывешивалось то-то, да, или... А вот я помню, что какие, ну, что-то так захотелось вдруг вспомнить свою маму, но какие-то ритуалы на самом деле важны, да, для ребенка. И он будет себя чувствовать, что он в них участвует, они вместе мастерят, они вместе создают этот ритуал. Про взрослых детей. Подростки, они и взрослые, и невзрослые, да. Внешне они вымахают выше мамы на голову. Гормонально, физически кажется, что он уже так подрос. Всегда надо помнить, что чувства, еще осознанность жизни, еще доли мозга не все развиты, это все еще тоже ребенок. И вот здесь разбираться, что же он понимает, что нет. И не скакать быстро, вот ты теперь вырос, ты теперь это обязан. Мы продолжаем наш контакт в любое время ребенка, в любой стадии его развития. Если вы хотите не ввести ребенка к перфекционисту, к перфекционизму, то очень важно вообще слышать свои ожидания, да, свои требования, планочки. И нарциссические родители, они выращивают нарциссическое расширение, я хочу, чтобы ты был вот там, вот такой. Как будто здесь его нету, когда-то он достигнет того, а тогда он достигнет, мама опять скажет, да нет, дорогой, вам то надо еще, да. И тогда это большая горечь. Я помню, одна из клиентов делилась, что она бросила фортепиано очень успешное на зло маме, чтобы мама не победила. Вот в том, что вот такие были отношения, что я не хочу быть тем, кем хочет видеть меня мама. Кстати, хочу вам сказать, что часто дети не выходят замуж, не создают семьи, не рожают детей, потому что это произрастает еще там, в сэндусе родителей. Поэтому очень важно все-таки слышать, что для ребенка важно, и что я, не навешивать ему сейчас как много технологий, работать с установками, девизами, интровестами. Наблюдали, как многоговорящая мама в итоге становится незначимой. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И так устаешь, потом говоришь, слушай, я уже взрослая устала, да, там. У меня близкие есть люди, да, с кем я могу об этом говорить, да. Тогда дети, они учатся, как быть весомыми, как быть важными, чтобы речь была вот в том ритме, который он услышит, да. Поэтому мы сейчас, знаете как, сегодня мы с вами ходим между нашим развитием, да, а кто мы, как мы это делаем, и между тем, что мы передадим ребенку и кем он станет, да. И вот поэтому, так я, у меня как бы не выделена стадия развития ребенка, его возрастная. Мы так договорились с ССУ, что мы берем сегодня такой объем, да, различных стадий ребенка, его возрастов. Вот поэтому про маму, про ее самовоспитание, про то, как я говорю, как я слышу, как я откликаюсь, как я в диалоге. Мы с вами поддерживали уже, что такое любовь, что хвалить, признавать, да, чтобы они были заметны. И награда, выполнение цели, не игнорировать его, а отметить праздник семейный. Получил такую-то медаль у нас, как ты красиво выступил, я так гордилась сидела. Знаете, один из клиентов очень грустно рассказывал, что его в детсадовских выступлениях и уже позже на каком-то конкурсе не было родителей, их не было. Знаете, бросить все. Сегодня самый важный день моего ребенка. Я это задание выполнила в субботу, договориться с коллективом, с директором. Извините, но это важно, он будет петь песенку про маму, а мамы нет в зале. Поэтому мы важны им. Вот то, как мы важны им, как они нам важны, так и мы им важны. Поэтому вот этот взаимный процесс мы можем себе додать через наше родительство, то, чего мы не получили от наших родителей. Вот просто это шанс еще прожить еще раз счастливое детство. Говоря про дисциплину, конечно, важно определиться для себя, что есть дисциплина, какие привычки я хотел бы выработать в себе ребенке, да. Вспоминать свое отношение к дисциплине, о чем мы сейчас жалеем, как бы мы хотели это привить ребенку, но как бы мне не навязать то, чего я недополучил, да, в своем детстве. И получается, что какая стратегия я выбираю. И очень важно, дорогие родители, чтобы стратегия была одна у взрослых. Расщепление ребенка происходит, когда бабушка говорит, иди сюда съешь этот пирожок, ничего страшного, да. Мама считает одно, папа третье. И в каких-то вот вещах родители вначале должны договориться сами. Вот это ядро статусных лиц в семье, взрослых лиц, да. Может быть, я не согласна, но я это обсужу там, с закрытой дверью, да. Но сейчас я приму то, что говорит супруг в отношении там сына, да, или что-то. То есть вот, а лучше еще стратегию выработать до, а не здесь стоять, скрипеть зубками, да. Дети наши видят все. Есть понятие вербального послания и невербального? Если сейчас выключили нам звук, Айгуль, вот в этом фильме не случился звук, а что мы увидели визуально и невербально? Эмоцию ребенка, его страх, его ужас, да. Невербально мама передаст настроение, даже не говорит, она же не говорит месячному ребенку, я расстроена, потому что твой отец опять не выполнил поручения, и мы с тобой остались там без еды, да. А она уже передала этой агрессии, раздражениям, да. Это телесно ребенок это ощущает, да. Дети считывают, и лучше мы будем очень... Это лучше, хотелось бы, чтобы мы были грамотнее, но договариваться изначально. Я представитель транзактного анализа этой отрасли психологии, где Берн, вы слышали Берна, по бестселлеру люди играют в игры, игры, в которые играют люди. Первое, что в транзактном анализе важно, это контакт. И с детьми очень важно создавать эти контракты, договора. У нас был с тобой контракт, что в 10 вечера ты заходишь домой. Давай договоримся, что мы его выполняем. Если есть контракты, это очень обезопасивающее такое здоровое общение для ребенка. Он, конечно, попытается его нарушить, да, он еще как-то, да. Но вот контракт, что мы сейчас с тобой, вся семья завтракает, одеваемся, собираемся и вот в такое-то время мы на самом деле едем на горки. Да, вот это контракт. Они бывают маленькие такие контракты, да. Давай это, давай уберемся и включаем видео. Давай сейчас будем смотреть фильм. Только вначале вот, а то нам будет как-то неуютно, когда все валяется, да. Ну, правда, ребенок скажет, мне уютно, мне нормально, его контракт другой, с собой, со своим пространством. Давайте будем гибкими, будем обучаться, но что нам, нам придется это делать. Но ребенок, выросший в договорах, в контрактах, это не жесткий контракт, это слово не говорите, договор, подпиши его мне, распишись тут кровью ли или чем там, да. Вот, но когда мы договариваемся, когда мы умеем решить совместно, мы создаем нечто третье. Счастливая семья это когда между членами создается общее пространство счастья и доброты и договора. Много уже задевался режим дня и сейчас он будет важен, конечно, в это время, причем проживание наше в пандемии, да, в этот период. Вот, но режим это здоровье, это иммунитет, это, это то, что уже один раз проговорено, и я тогда не указываю тебе, не врываюсь в твою комнату. Есть договор, красивые такие календарики, где мы описываем это, разрисовываем, это можно очень творчески сделать, да, и какие-то часы с пластилином, еще что-то там, виды занятий налепить. Ну, всегда можно как-то сделать это творчески, но это то, что освободит меня, родителя, да, умеет ли ребенок, научился ли он это делать. Сейчас родители многие это видят в период, когда он учится дома, да, как он готовится, какое время, как это, не тогда, вернее, когда я дома родитель, а не когда я на работе, да, видите, а как у него это получается. И поправить, может быть, помочь что-то справляться с этим. Ну, вот эта схема самая любимая в транзактном анализе, это система окейности. Есть такой автор. Жизненная позиция. Что нам важно дать ребенку, как его жизненную позицию, да? Смотрите, пожалуйста, самая проигрышная позиция. Я плохой, но и ты не хороша. Это очень мстительная, самая проигрышная позиция, безнадежная, как будто бы нет выхода. При встрече с такими людьми уже во взрослой жизни очень сложно с ним договориться, работать совместно, да? Потому что он тебя не ценит, обесценивает, и себя тоже. Поэтому это красный светофор, туда не ходи, таким не будь. Ой, ты классный. Ну, вот здесь разлил чернила, да? Как классно ты вот умел, да, рисовать этими красками и все, да? То есть вот он сам классный, ребят, а вот его действия, ну как же так крышку, как заменить теперь этого стола? Будем думать, пап, давай думать, как мы это сделаем. А давай поселим сверху вот это теперь, понимаете? То есть вот эту окейность, что ребенок хорош, он хорош, он рожден для хорошего, он уже есть, его Бог создал, да? Поэтому другая позиция есть, я не окей, но ты старшая сестра, вот ты прям идеала. Я что-то и философию не знаю, и все учителя говорили, ой, Жанночка, она же, она, вы что, Жанночкина сестренка там, да? Ой, опять я не очень, а Жанка отличница, да? То есть это позиция, когда я кого-то ставлю выше себя, ниже. Я не могу сказать слово нельзя, оно родительское, запрещающее, да? Но как ребенку быть окей с другим успешным человеком? Вот дать окейность изначально, пожалуйста, это такая важная штука. Радоваться его рождению, радоваться его смыслу жизни, да? Другая позиция опять желтая, желтый светофор еще. Я окей, ты не очень. Узнаете авторитарных родителей, это они окей. А ты не очень, ты учись, но вряд ли ты выучишься. Я же вот инженер такой-то категории, да? И это надменность, снисходительность, презрение к людям, да? Неверие в них. Это позиция, знаете, большой силы и власти над людьми. Гневная позиция. Обе позиции, это еще не то. Хотя бы хоть кто-то окей, ладно, соглашусь. Пойдем дальше. Самая удачная позиция родительская в отношении ребенка. Ребенка в отношении родителя. А я окей и ты окей. Вот прям вот тут я признаю его право на жизнь, его право выбора, его решения. Я потрясен какой он. Это надо же, да? Это такой искренний процесс, да? В то же время, заметьте, родитель авторитарный. Пойдем ниже. Я окей, ты не окей. Родитель попустительский. Ты окей, делай, что хочешь. Родитель, кстати, я не окей, ты не окей, это может быть тот родитель, который игнорирующий. Я игнорирую свою родительскую функцию и твою детскую. Я идентичности. На это плюю, некогда мне. Я занят, я большой начальник. И вот эта позиция окейности, она больше всего приносит, она здоровая. И вот к чему мы идем с Айгуль сейчас, это сценарий победительный. Мы все хотим, чтобы наши дети были радостны, счастливы, гармонично, успешны. Это позиция счастливого человека. Он ни с кем не спорит в коллективе, на работе, в школе. В детском саду он признает право Васи на эту лопатку, да? Вот я возьму ведро, а давай вместе, ты будешь лопаткой сюда мне песок засыпать, да? То есть это такая очень спонтанно здоровая позиция, добрая позиция. Вот такой человек будет сейчас. Мы сейчас соберем с вами то, что мы с вами проговаривали, да? Памятка осознанного родительствования. Понять, какой я родитель. Понять, а как у меня с вопросами насилия, ненасилия, да? Причем, знаете, насилие, я себя так привык угнетать. Давно ли я вообще себе делала отпуск, приезжала, да? Давно ли я себе праздник устраивала? Вот точно я могу пожертвовать, а это насилие над собой, да? Проверьте еще в своей, вот именно в своей жизни это насилие. Как оно сказывается над собой, с окружением и, конечно, с детьми. И исследовать, а где я так научилась? Немного придется тронуть некоторые истории из детства. Мне так не нравилось это в маме. Надо же, после 40 я стала делать то же самое. У меня есть семья такая консультационная, где бабушка гневная передала дочери. Дочь всегда говорила, я так делать не буду. Потом она начала это делать. Теперь ее так же гневно к ней дочка относится, уже внучка. Они передали, трансгендерная передача вот этого своеволия, да, такого. И вот она история, мы говорим гены, но в психологии тоже есть понятие трансгендерности, когда передается из поколения в поколение одно и то же качество. Я рекомендую родителю встречаться с коучами, наставниками, менторами, психологами, если родитель хочет развиваться. И, конечно, внешнего ребенка, моего ребенка, да, как я с ним. Насколько я перегибаю палку, а что же у меня лицо такое вечно недовольное, да. А вообще, как давно мы смеялись. А что дома такая атмосфера? Ну ладно, не получилось мне там эту должность занять. А дома-то что? Ну то есть, вот понимаете, можно очень хорошо с собой поразмышлять, посмеяться и перерешить. Обязательно новые решения важны. В данный момент этап родитель. Если мы не решаем, все равно нас дети к этому подведут. Давайте делать это вовремя, одновременно, да. Когда уже подросток хлопнул дверь и ушел, да, ну страшнее, не пришел ночевать. Что нам делать? Ва-а-а, как это, да, почему? Все, потому что не успели. Ладно, не подготовьтесь, сейчас что-то решим. Как это будет для нас? Давай поговорим с ним втроем, да, как мы договорились. Несчастная мама не сможет, если только у ребенка контур-сценарий не будет. Вот смотрите, счастливая мама научит собою. Если мама такая угрюмая, несчастная, вечно недовольная, девочка говорит, а я такой не буду, это уже контур-сценарий. Вот у нее есть еще возможность выйти из этого сценария на вот этом контур-своем состоянии. Ну давайте мы не будем через сопротивление, через оппозицию, через отражение жесткое, да, растить наших детей. Давайте напрямую будем счастливы. И говорит, ты знаешь, я сейчас счастлива, потому что, ну, я съездила там в Америку, я еще что-то там приобрела, да. Ну, то есть показывать, а как строится мое счастье, да, это важно. Ребенок будет знать, о, мама счастлива, когда она, оказывается, на шоппинг ходит, да. Ну, может, тоже ей что-то можно подарить. А дети, кстати, они очень улавливают, где мы счастливы, они папе говорят, пап, ты помнишь, как она радовалась? А давай мы ей подарим, давай мы это положим ей под подушку, она найдет это там, да, вечером там. Ну, то есть они четко чувствуют, где мы будем довольны, где мы будем еще недовольны. И они знают, тогда путь к счастью мама и папа проложат, близкие, бабушка, дедушка, да. Ну, и вообще, согласитесь, со счастливым человеком куда приятнее общаться, куда приятнее проводить, дружить, любить его, быть вместе. Ну, и если вернуться к памятке, именно, что я делаю дальше, да, я рассматриваю себя, я рассматриваю вопросы насилия, я рассматриваю выборы, решения, развитие себя, да, своего состояния, то, конечно, я приду к тому, что кто мой ребенок, сколько ему лет, какая стадия развития, что ему сейчас важно, вот. Консультироваться, читать, ведь сейчас потрясающие ютубы, ролики крутят, потрясающие всякие, везде информация в интернете. Психология выложена тоже очень хорошо, важно уметь задать вопросы. У нас такие большие помощники в виде интернета и специалистов. И мы переходим к другой теме. Для психологов есть две вещи, с чем я могу справиться, с чем не могу. Вот сейчас мы находимся с вами в ситуации, что вне нашего контроля. Безопасность, та, которую можно создать, мы создаем, но есть вещи, которые вне контроля. Поэтому это нормально, мы сейчас в ситуации, которая во второй категории. И для этого есть стратегии родительские, что делать. Да, мы беспокоимся, и ребенок беспокоится. Возможно, он этого не показывает, но мы точно не одинокие. Как нам войти к этим чувствам? Тревога – это наша защитная реакция, потому что если я буду реальной… Сейчас два лагеря, и между ними третий нормальный, образованный. Одни говорят, эй, ничего страшного, можно… Даже есть ролики, как и ижут унитаз, да. Эти говорят, вы что, вообще все опасно, все страшно, и нагнетение всякой информации. Нормальный родитель, осознанный, знает, какие режимы он выполняет, да. И его тревога, его беспокойство – это про то, что сейчас организовать это время, организовать дисциплину, какой-то порядок, вот, безопасность. Я вам очень рекомендую поговорить с детьми. Любой возраст выдаст постепенно на вопрос, о какой отчувствии у него сидит. Кто-то сразу говорил в тестировании подростков, мне дети говорили, «Страх, бой, ужас, война». А кто-то где-то уже позже сказал, «Вы знаете, что-то, да, как-то неловко мне, неприятно, вот. И вижу, что мама с бабушкой переживают сильно. Я чем им могу помочь?» То есть про переживания некоторые дети сразу выдают, некоторые позже. Поэтому давайте слышать их чувства, разрешать их, говорить, участвовать, беседовать на эту тему, да, поддерживать, делиться своими чувствами. Взрослые более дети могут уже созваниваться с друзьями, говорить, заниматься спортом, отвлекаться. С маленькими детьми, безусловно, нам важно создать такую комфортную, опекающуюся ситуацию. Когда мы в замкнутом пространстве, только доброта, понимание, сочувствие будет нам в помощь. Это ситуация, где точно не прояснять сейчас прежние моменты, а находить все больше ресурсов, все больше во взаимодействии получать удовольствие. Для более старших детей и родителей было бы важно на себе сосредоточиться, свои планы. С маленькими немножко другие программы будут. Здесь обучающие, выбор есть какой-то, список дел он собирает, да, ребенок. Ну, уже 7-6 лет ребенок знает, что он хочет именно сегодня сделать. Важно будет что-то уходить от напряжения, от информации. Ну, старшее поколение могут бабушки очень любить. У меня тетушка каждый день любит мне доложить, а что, где она прочитала, да. Читает, сами понимаете, с айпата все, что есть. Вот, и даже это иногда бывает очень трудно ее отвлечь, но я высылаю ей анекдоты, разговариваю, фотографии, видео различные смешные. Это про взрослое поколение, про детей, да, чем отличие сейчас. Сейчас мы будем печь пирог, да, то есть найти что-то, что из грустной, из печали того же подростка, того же ребенка, который сейчас не может играть. Игры ролевые, да, но даже можно по интернету с другом, чтобы они играли с подружкой, с куклой там, да. Сейчас, кстати, большая возможность изучить все компьютерные программы, сближающие нас, то, чего мы раньше боялись. И искать новые способы общения с детьми, времяпровождение. Сейчас есть прекрасная программа ЮНЕСКО про передай эстафету, да. Вот, идет она в Инстаграм. Все виды развлекательных прочих программ, что проводить вместе. Вот здесь последнее. Я вам говорила о том, что можно поговорить. Дети более старшего возраста можно сфотографировать у кого, да, разговаривать. То есть с детьми младшего можно рисовать, лепить, какой сейчас дом, о чем мы делаем в доме. Вот, а умеет ли папа мыть посуду или там, папа, покажи, как ты моешь там, да. То есть это другой подход, предметный подход для младшего ребенка. Для более старших это диалоги. Вот, хотя и с младшим тоже, возможно, какие-то игры, в которые можно будет видеть его чувства. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этими вопросами. Ну и если говорить о том, что делать, с детьми до года важно контакт, телесный, быть рядом. От одного до трех предметная деятельность. Хоть я варю-жарю, он сидит рядом со мной, у него своя скалочка, у него свое тесто, но предметы ему нужны, манипуляции, чтобы он с ними работал. Легче с детьми ролевая игра у которых. В театр, наряжаться, показывать шоу, там какие-то инсценировки, рисовать кукол, то, как делала, может быть, мама или что-то из чего-то делать кукол. То есть здесь важны игры, любые игры. Дети 70 лет давно хотел научиться там оригами как-то делать вручную. Еще хотел там шахматы, допустим, да. Давай папа у нас гроссмейстер, ну-ка давай вдвоем его победим, давай попробуем там, да. То есть это про то, что учиться чему-то новому. Уже 11-14 здесь надо понимать, что ребенку нужны подростки, ровесники, друзья, братья этого возраста. И уважать его зону, чтобы у него был свой интернет, свои границы. Как бы мы ни старались, в этом возрасте ребенку важны сверстники. Он учится в социуме проявляться. Поэтому здесь мы предоставляем, несмотря на то, что мы как-то не были довольны большой, используем времени в гаджетах сидеть и так далее. Но ему это важно сейчас, ребенку. Один из подростков написал мне, я когда выйду, ему 15 лет, что он выяснил? Что он обижен на девочек, и я с ним не из класса, девочками общаться не буду. Вот, пожалуйста. Вот ему важно это сейчас, как он будет общаться с девочками. И учебно-профессиональные постарше подростки, они уже думают, кем они. И один из подростков, который 17 с половиной, он вот про гитару, я вам говорил, и он сказал, я приготовился к стартапу, я его запущу, свое дело, я хочу зарабатывать. И он очень радовался, что я ему дала за интервью денежку. Это вот про то, как я буду зарабатывать, чтобы хотя бы на телефоне были деньги, не просить у родителей. Вот эта схема поможет понимать, что делать с детьми разного возраста. Про онлайн-обучение сейчас это сложная схема для родителей, для детей и для учителей. Будем внимательны, добры, и разрешение по возможностям. Можно в какой-то момент точно знать, что ребенок не сможет это выполнить, да, вот, говорить с учителем, давайте задания, может быть, поменьше, или как-то видоизменим. Ну, то есть быть добры друг к другу, что мы можем сделать сейчас. Я не говорю про очень стандартные вещи, как организация места, времени, расписание. Я думаю, сейчас родители уже получили достаточно много советов. Их много сейчас в интернете. Один из советов смешной, но одевать школьную форму. Румянник моей подружки, он вверху одевает рубашку, внизу в трусах сидит, но он сидит в рубашке такой, да. Это ему помогает или учитель требует, не знаю. Он же забыл про перерыв, пошел на обед с семьей и не вышел по расписанию, на урок пропустил. То есть сейчас мы все во время перестройки, поэтому это время, где мы учимся новому. Я заканчиваю. Давайте будем любить своих детей. Меня впечатлило письмо Эйнштейна, где он дочери написал про ту любовь, которую он, может быть, не успел ей сказать, что в его сердце любви намного больше. И у тебя будет шанс дать это человечеству письмо, как физик. Я понимаю, что эту энергию мы мало исследовали, но если ее вставить в формулу, и она самая важная в этой жизни, именно эта энергия. Я желаю нам всем быть хорошими родителями, детьми и просто людьми, членами общества. Спасибо вам всем. Спасибо большое, Баян. Была, на мой взгляд, очень интересная и полезная презентация. Много практических рекомендаций и советов. Это наши каналы коммуникации ЮНИСЕФ в Казахстане. Вы можете найти нас на Фейсбук, на Инстаграме и также на Твиттере. Вы можете сейчас сфотографировать и присоединяйтесь. Вы можете смотреть. У нас очень много будет выходить контента в ближайшее время касательно того, как сделать жизнь лучше и как получить наибольшее от ситуации коронавируса и связанным с этим карантином. Мы уже запустили онлайн-марафон, челлендж. Через день наши партнеры, медиа-личности, казахстанские звезды, они делятся опытом, как они проводят время со своими детьми во время карантина. Вы можете посмотреть. Вы можете повторить этот опыт. Вы можете также его распространить, чтобы вместе со страной, с миром мы могли более легко пережить это непростое и необычное для нас всех время. И также ссылка на сайт, о котором я ранее говорила. Если у вас есть близкие, знакомые, друзья, кому нужна помощь и консультация, пожалуйста, есть контакты на этом сайте. Пройдите. И мы надеемся, что это будет очень полезно для всех. Спасибо большое, коллеги, и успешного вам работы и достижения целей вашей организации.